Один из главных поводов для гордости в уходящем году – рождение сервиса умносаров.рф. Платформу запустили летом, и за эти месяцы благодаря ее работе удалось решить множество проблем, которые на первый взгляд могут показаться мелкими, но на самом деле ощутимо осложняют жизнь горожанам. Неубранные дороги, отсутствие освещения, загороженные проезды, брошенные автомобили. Сервис продолжает развиваться, и в следующем году будут доступны новые функции. Но уже сегодня умносаров.рф стал платформой, которую готовы взять за основу во многих муниципалитетах страны. Мы в городе Сарове придумали то, что многие серьезные игроки не смогли придумать. Мы это сделали достоянием всех. Мы вошли в партнерские отношения с компанией госкорпорации «Росатом». И вместе с госкорпорацией «Росатом», с компанией «АТЭК» мы сегодня развиваем этот продукт, демонстрируем на всех площадках федерального уровня и международного уровня. Впрочем, в выходящем году были поводы не только для радости. Огорчилась ситуация с парком Зернова. Детскую площадку там не сдали в срок, но обещают закончить строительство к 20 декабря. Пока не удалось решить вопрос и с созданием в городе рынка доступного жилья. Конечно, здесь есть над чем работать. Здесь мы пока не достигли тех, скажем так, целей, которые ставили перед собой. И у нас есть обязательства перед многодетными, у нас есть обязательства перед очередниками, и есть обязательства перед всеми горожанами все-таки в городе Сарове создать понятную перспективу для жилищного строительства с предсказуемыми ценами на жилье. Что касается многодетных семей, в начале 2019-го часть из них уже получит земельные участки под строительством. Еще один вопрос, который вызывает тревогу – обращение с твердыми коммунальными отходами. Сегодня в городе он не на самом высоком уровне. Мы, конечно, молодцы, мы красивые и умные, но если попасть на нашу свалку, то понимаешь, что что-то не так. Что-то в нашей жизни не до конца доделано, не до конца додумано. Если мы в срочном порядке не будем менять наши отношения к отходам, к работе с ними, мы скоро останемся без жизненного пространства. Ну и, конечно, самый острый вопрос – это возможная отмена в следующем году бесплатных школьных завтраков, групп продленного дня и ряда льгот. Эти изменения должны были быть отражены в бюджете 2019, но рассмотрение и утверждение проекта финансового документа Думой перенесли. По словам главы администрации, эта пауза нужна для того, чтобы найти оптимальное решение, как не создать социальную напряженность в городе, но при этом не попасть на штрафы от Минфина. Мы не можем многие вещи рубить на корню. Соответственно, вот ту паузу, которую мы все вместе взяли, вместе с городской думой, вместе с вами, вместе с теми, ну, департаментом образования и с остальными, чтобы еще раз внимательно все посмотреть, оценить последствия наших шагов для себя, для городского бюджета, для города в целом, для населения. И в итоге, чтобы мы приняли взвешенное решение, с которым мы все согласны. Также Алексей Голубев рассказал о перспективах развития проекта «Большой Саров», его личном отношении к Олимпиаде в Корее и о том, кого он считает «Человеком года» в 2018-м. Подробнее об этом читайте на сайте sorov24.ru. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.